О, легенда! Аршавин, пожалуйста! Пожалуйста, Андрюха, прийди, я тебя молю! Пожалуйста, только... Всем алоха, ребята! С вами я, PandaFX, и этот день настал. В Pro Evolution Soccer появился Андрей Аршавин. Но, как вы знаете, тут нет трансферного рынка, поэтому поймать просто Аршавина невозможно. Поэтому единственная возможность поиграть за легенду российского футбола, это поймать его в паках. Собственно, чем я и буду заниматься. Предлагаю сразу же взглянуть на карточку Андрея Аршавина. Тут есть также вместе с ним Батистута, который почему-то похож на Креспа. Реально, одно лицо. Также у нас есть Бебета, и вот Андрей Аршавин. Рейтинг 85. Удары 78. Как мне кажется, они могли сделать чуть-чуть и поболее, так скажем. Дриблинг 90 вполне себе оправдан, пасы 74 тоже... Защита силы так себе, и скорость 86. С виду статы красивые. Подробные статы вы видите у себя на экранах. Удары поворотом 70. Я вот не совсем понимаю, как правильно смотреть на вот эти вот статы. Типа, удары поворотом 70. Чуть за херня. Триблерство, две звездочки, и вот специальные навыки игрока. Ножницы, обводка, рулетка. В общем, все, что вы хотите. Слабая нога 34. Точность 34. Физическая форма 5-8. Конечно, с удовольствием я поиграл бы за эту карточку. Не знаю, поймаю или нет. Я задонил приличное количество FIFA-поинтов. Блять, я не знаю, как называются. Звездочки, короче, вот эти вот. Крицук. Найс. Начало великолепное. Ну, уже поймали русского игрока. Я сначала хотел напялить футболку Арсенала, но так как у меня ее не было. Напялил футболку Ливерпуля. Да, та самая команда, которую он оформил в покер. Давайте начнем со сладенького. С команды недели, а по фасту все скипну. И мне сразу же падает лучший игрок команды недели. Депай. Ну, вот такая вот игрушка у нас с Песка. С максимально крутыми игроками в паках. Я не знаю, как это работает. Мне регулярно падает самый лучший игрок из команды недели. Делихт 90. Здравствуй. Кстати, прошу заметить, что у Лукаку в Песке скорость 86. А Фивки с текущим информом он умеет скорость 77. Такая вот игра. Кадис. Нет, спасибо. Вот те самые паки, где может упасть Андрей Аршавин. Пожалуйста, Андрюха, приди. Ливерпуль манит. Покером, наверное. Шокери. Я не знаю, ребята, сколько я так просижу. Но я сделаю все возможное, чтобы поймать Андрюху к себе в состав. Диагодалот. Ты кто такой вообще? Опа-на, ребята, футболисты Арсенала посыпались. Андрюха где-то рядом бродит. Конечно, ребята, сильно удручает то, что в этой игре нет трансферного рынка. Типа, ну вот вышла карточка Андрея Аршавина. Хочешь ты за него поиграть? У тебя есть какая-то валюта, чтобы купить его. Но купить-то его не можете. Приходится вот так вот донатить и сидеть. И снова мне падает игрок Арсенала. А если я не доначу, как мне поиграть за Андрюху Аршавина? Ведь это единственная игра, где я могу поиграть за этого футболиста. Ребята, пока что падают максимально бичевые футболисты. Чтобы вы понимали, в этом паке может упасть как и вонючий бич, так и, вот собственно, легенда Аршавин. Так, пошли на повышение. Теперь падает Хендерсон. Игрок команды, который он оформил в покер. Ну вот, ребята, все максимально намекает на то, что сейчас Андрюха должен выскочить. Опять игрок Ливерпуля падает. Сёй-юн-чуй-суй. Как вообще такое читать? Нет-нет, ребята, это уже не смешно. Я весь Ливерпуль, мне кажется, выловлю такими темпами. И самое непонятное в этой ситуации, почему он ограничен всего лишь на три дня. То есть с 7 по 10 ноября я могу поймать Аршавина. А что мне дальше делать? Ну, захочу я им поиграть. Как мне его поймать? Фермина мне упал, 87. Ты мне нахер не нужен? Мне нужен 85-й Аршавин. Ван Бисака. Он меня постоянно в Англию отправляет, ребята. Но это невозможно. Финита мне упал. Вау, классно, круто. О, легенда! Аршавин, пожалуйста. Пожалуйста, Андрюха, прийди, я тебя молю. Только не Батистута, не кто-либо там ещё. Чёрные бутсы, кто это? Пожалуйста. Нет, это не Аршавин. Или не Аршавин? Пожалуйста, только... Блядь, какой б... Какой нахер Бибета? Ну, нахер ты мне всрался? Блядь, ну я так поверил, что сейчас Андрюха выскочит такой. Ааа, лису ворот. Ну, нахер ты мне всрался, бро. При всём уважении к этой легенде, о существовании, которую я не знал до этого дня, мне нужен только Аршавин. Траура упал. Бестяра из FIFA 20-й. Но мне тоже нахер не нужен. Серха Агуэра, 91. Казалось бы, типа, я должен радоваться ему, но... Я у меня нахер не всрался, Агуэра. Мне нужен только Аршавин. Ван Дайк следом падает. Да что это такое, блин? Какие забавные паки в этой игре. Рано или поздно я, наверное, должен его выловить. Вот серьёзно, я буду сидеть до упора, пока не поймаю Аршавина. Опять Агуэра. Да что ты будешь делать? Да не нужен мне Агуэра. У меня два Агуэра в команде. Нахер он мне всрался. Это прикол? Нет, ну это прикол. Три Агуэра подряд. Три Агуэра подряд. Вы чё, алё? Ну, в смысле, не подряд, но почти подряд. Эти паки просто ровнят надо мной. Ван Дайк ещё... Блядь. What the fuck is this? Как эта игра работает? Три Агуэра, два Ван Дайка. Дайте мне Аршавина. Нахер мне эти уроды. Ладно, с уродом я погорячился. Блядь, кто-то, наверное, сидит там из песеров, думает, что ты ебанутый, что ли? Такие игроки падают. Он радоваться должен. Нет, мне нужен только Андрюха. Самое забавное, что все эти игроки рейтингом круче, чем Андрей Аршавин. Алисон 90. Такие хайрейтовые игроки падают. А рейтинг 85 дать не могут. Бернардо Сильва. Я весь Манчестер Сити сейчас соберу. Фабинио. О, легенда, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Всем богам молюсь. Андрюха, Аршавин, выскочи ко мне. Так, по бусам сложно. Пожалуйста, Арша... Арша... Блядь, я не... Это Аршавин. Скажите, что это Аршавин. Да, это Аршавин. Да, Андрюха, поймал, поймал. Хорош, блядь, я сделал это, мать твою. Наконец-то, блядь, выловил. Иди сюда, блядь, уровень один. Я думаю, этот уровень дотянет до миллиона. Я не знаю, как там максималочка. Боже мой, наконец-таки я это сделал, ребята. Я это сделал. С вас лайкусик, с меня лайкусик, со всех лайкусики. Фух, блядь, боже мой. Здравствуйте, молодой человек. Ювентус. Ну, форма, конечно, тебе не к лицу, так скажем. Мы уложились в лимит. У меня даже 200 поинтов осталось. Ну, я по привычке называю 200 поинтов. Вы поняли, в общем, о чем я. Тут еще один Бернардо Сильва выпал, но мне уже абсолютно срать. И еще один Алисон выпал, но опять же мне абсолютно срать. Так, ребята, давайте совершим сделку. У меня тут есть три Алисона. Так, это игроки, которые могут не упасть. Хорошо. Че? Все? Нихера не понял. Лол. Так просто? То есть я могу просто взять три Алисона, поменять на одного Роналду? Криштиану Роналду. Здравствуй. Это максимально странная херня. Я думал, там какой-то рандом будет, но нет. Ну, кто такой Криштиану Роналду? У меня есть на левом нападающем Андрюха Аршавин. Итак, ребята, сразу же качаем Аршавина до 20 уровня. Максимально у него 28, как я понял. И 91 рейтинг. Ребята, вы только взгляните, какая мощная и сочная карточка. Я это еще не максимум, прошу заметить. Конечно, если сравнивать его с дефолтными статами, тут, конечно, все намного приятнее выглядит. Дриблинг 95, реализация 84, скорость, паум, пушка. Карточка выглядит максимально круто. В общем-то, ребята, я закончу, пожалуй, на этом моменте. Поймал Криштиану, поймал Аршавина. Выпуск получился максимально долгий. Я не знаю, на сколько минут сделает мой мистер-монтажер. Поэтому играть в матч я уже буду в следующей серии. А насколько быстро она выглядит, все зависит только от вас. 25 тысяч лайков. И серия с Аршавиной выйдет буквально завтра или же послезавтра. Я думаю, вам, как и мне, не терпится посмотреть на игру Аршавина в песке. Я специально им играть не буду до записи выпуска. А если вы каким-то чудом наберете 30 тысяч лайков, то я Аршавина докачаю до максимального 28 уровня. И, соответственно, посмотрим, что будет творить этот монстр на поле. В общем-то, ребята, вот такой вот видеоролик у меня получился. Я поймал Аршавина. Я безумно счастлив и доволен. Поэтому 25 тысяч лайков. И ролик с игрой Аршавина выйдет в ближайшее время. С вами был я, PandaFX. Спасибо, что смотрите меня. И всем хорошего настроения. Пока. Да, я сделал это. Субтитры сделал DimaTorzok